МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем канале в YouTube, также радио «Нвси». Наш YouTube-канал радио «Нвси». Кстати, смотрю, самые активные израильтяне уже там уже ждут. Привет всем, всем, всем. Интересная статистика. Большинство наших слушателей и зрителей на YouTube, 80%, конечно, составляют жители Америки. А на следующее место принадлежит россиянам, и следующее за ними идут израильтяне. Ну, сопоставить, так сказать, население России и Израиля, конечно, россиянины и израильтяне. Уже звонок, видишь, уже слушаю вас. Давай попробуем принять звонок. Добрый день, Владимир Федорович. Добрый день. Добрый день, Сережа. Я очень рад, слышу ваш голос. Прекрасный. И я очень рад, чтобы все здоровы. Меня волнует очень вчерашнее выступление нашего Алексея. Он меня так расстроил предел. Значит, это говорит, я думаю, о статье, которую написал этот «Нью-Йорк Таймс», кто построил страну в Америку, в общем, такого. А, да. И устроил он, значит, о закрытых дверях, по секрету всему свету, сообщить о том, что надо бороться расизмом. И расизм. Так, мне вопрос такой. А кто ведает этой типографии? Черный? Он хозяин? Или есть какие-то хозяева, которых это устраивает? Меня первое волнует. Кто там хозяин? Против него он же будет, выступает против него. Какое он им дал право. И теперь все журналисты, корресподенты, фотографы, это что, все черные там? Я не понимаю, неужели такое существует? Это первое. А второе меня сильно волнует. Это вообще предел. Хадари, Хабарис, как ее имя, я когда-то забываю, которая сходящая к президентам, просто выступила с призывом уничтожать все тест-фуд. Все кемпурги, хампурги, все рестораны абсолютно, где производится мясо, значит, уничтожить. Не существует больше никакие тест-фуд. Мы поговорим об этом. Спасибо. Ты знаешь, как я называю? Одна недемократка, наращенная соль, у нее проблемы в мозгах. Ее мама пустила, как головой в асфальт. По тех пор она осталась такой же негодяй. Я вас потушу, что она. Мне разговор, по-видимому, насчет Камалы Ферес. Да, ну опять очередной очередной бред, был очередной шоу, там, 7 часов к ряду. Сейчас мы к этому вернемся. Так, во-первых, по Алексею Орлову я прокомментировать не могу, потому что я эту программу не слышал, и я не могу комментировать то, что я не слышал. Это во-первых. New York Times принадлежит человеку с еврейской фамилией до сих пор. То есть, я не знаю, о чем там шла речь и так далее. Но прежде чем мы поговорим на тему насущной, я вот небольшое такое объявление, что ли, информацию. Любители творчества, художников и, наверное, те, кто посетил выставки, которые проходили 23-го, 24-го августа, а потом 30-го, 31-го. Олег говорит, интересная работа. Вот я смотрю на репродукции, которые у меня здесь лежат. Работа действительно довольно интересная. Так вот, в это воскресенье будет финальная распродажа. Но продаваться будут не оригиналы, насколько я понял, а репродукции. Но, во всяком случае, у вас будет возможность познакомиться с оригиналами и купить репродукцию. Средства, значительная часть полученных средств от продажи билетов пойдет в фонд Чулпан Хаматовой. Помнишь, «Подари жизнь» называется? Конечно. Так что, уважаемые дамы и господа, в ближайшее воскресенье в Виллинге по адресу 1676 South Wolf Road. Вот, пожалуйста, и если вас интересует подробная информация, вы отправьте текстовое сообщение по телефону 312-671-63-29. Еще раз, 312-671-63-29 вам дадут подробную информацию. Вы знаете, как из фильма, вот эти крылатые фразы, так вот, помню одну фразу, лично знаю товарища Шульберта, помнишь? Так вот, лично знаю Сашу, Сашу Гашунина, этого прекрасного... Я не могу сказать художник, он не художник, он, он... Это, знаешь, человек, которому дан дар от Бога, который может сделать такие вещи. Но самое главное, я преклоняюсь перед такими людьми, что они не просто могут сделать, надо же еще придумать это, надо увидеть это еще до того, как это воспроизведено в жизнь. Это нужно, вот, закрыть глаза и увидеть вот это, как оно будет выглядеть. А потом уже, как говорится, дело не станет уже за тем, как это осуществить. Так вот, первые работы, Саша, я увидел, наверное, лет 20-25 назад. Я хочу показать одну из моих любимых. Вот, посмотрите, вот на экран, я показываю в камеру, это цапля. Цапля сделана из вот этих вот, знаешь, открывашек на вот этих вот баночках Кока-Кола, пива, да. Вот, вот, еще раз, присмотритесь внимательно, видите, из чего она сделана. А теперь, следующая работа я хочу показать. Это вот собачка, вот такая, которая сделана тоже из кусочков какого-то металла маленького. Вот, видишь, уникальна совершенно какая-то сова, которая сделана из, я даже не знаю из чего. Вот, я смотрю, вот здесь какие-то маленькие детальки, то ли от часов, то ли от каких-то механизмов. У него совершенно уникальные картины, которые он вырезает из то ли открыток, то ли обложек сигар. Сигар, да. Одним словом, посетите выставку, вы не пожалеете. Если там будут выставлены оригиналы, вы получите истинное удовольствие, поверьте мне. Это будет проходить в воскресенье по адресу 1676 South Wolf Road в Виллинге. Еще одно мероприятие, которое пройдет, если я не ошибаюсь, завтра, 7 сентября, Винил Бэнд. Special Guest and Guilty Egg. В общем, Винил Бэнд, ну, все знают, большинство из наших знают, что такое винил. Да, многие знают. Завтра, 7 сентября, это будет в Original Sound Dance Salon по адресу 2061 West Maple Avenue в Манделлайн. И начало в 8 часов вечера. Так что, любители музыки. Кстати, довольно хорошо играет, и я тебе скажу, что я знаю одного из участников музыкантов уже, наверное, лет 25. Это барабанщик Женя. Он шикарно, великолепно он играет. Я помню еще, как он дома у себя тренировался на этих барабанах. Вот, так что, думаю, что вы тоже получите истинное удовольствие. Ольга Винокур пишет, мало кто в Израиле знает о вашей радиостанции. Ну, вот, для того вы и существуете. Ольга, ваша задача повести весь Израиль о том, что мы существуем, что мы самая, самая прогрессивная и интересная станция в мире. Ну, в Чикаго, во всяком случае, уж точно. Да, и потом у нас замечательные обозреватели из Израиля, кстати. А ведущие это вообще? Сегодня мы будем встречаться в нашем эфире с Александром Непомнящим. Он расскажет о том, что происходит. Ну, вы знаете, там Ликут и Зиуд партии как бы договорились. Слились воедино. Да, так что об этом поговорим. Что еще? Что еще? Вот, 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 вот. Из объявлений? Из статистика. Ну, ты помнишь эту ситуацию после двух трагических событий в Волмарте. И, там, Волмар принял решение больше не продавать патроны. Бибиганы и вот эти вот оружия, да. Значит, да, вот некая статистика. 10 874 человека убиты в 2017 году пьяными водителями. О, да. И в том же году от так называемых винтовок, то, что они называют Assault Weapon, погибло 403 человека. Волмарт прекратил продавать винтовки. И, в общем, статистика не подтверждает вот те действия, которые предпринимают люди, которые пытаются атаковать вторую поправку и лишить нас неких прав. Генерал Мэттис заявил о том, что Обама проигнорировал, ну, не заговор, а вот то, что пытались совершить в ресторане DC, пытались убить саудовского посла. Причем готовил этот теракт Иран. И Обама закрыл на это глаза. Администрация Обама сделала вид, что ничего не произошло, потому что уж больно им хотелось вот эту иранскую сделку совершить. Уж больно ему хотелось, чтобы Иран получил 150, я Обаму имею в виду, 150 миллиардов долларов. Мало того, что он отправил туда чуть не 2 миллиарда кешем, просто нагрузили палаты кешем и отправили. А кто эстафету сегодня перехватил? Макрон, он же предлагал. Да, Макрон предложил 15 миллиардов, да, помочь Ирану, с тем, что Америка ввела санкции. Не было много сообщений по этому поводу, но все-таки просочились в прессу кое-какие новости о том, что США рассматривает пока вот это предложение, но никаких действий и ответов не последовало. Сегодня вышла информация по рабочим местам, по-моему, 130 тысяч новых рабочих мест было создано, и либералы тут же кинулись визжать. А вот смотрите, что-то плохо у вас тут мало, при том, что безработица 3,7 процента, при том, что work participation rate самый высокий за всю историю. Чем меньше безработных, тем, естественно, тяжелее отбивать новые рабочие места. И при этом, что рекордное количество, скажем, там, и Латинус устроено на работу, рекордное количество, там, Лоуинком, people работает, рекордное количество афроамериканцев работает, все равно демократы пытаются убедить свое леворадикальное отребье в том, что экономика плачет. Вообще, ты помнишь, когда они начали вдруг на всех телеканалах говорить о том, что рецессия идет, идет, идет? Не просто говорить, Сережа, а несколько дней назад, когда Маркет дневно... Да, говори, а я извиняюсь. Я вот думаю, Маркет отреагировал в том числе и вот на эти их молитвы. Маркет упал и все начали кричать, вот оно, вот оно начало. Я говорю, подождите, дайте пару недель. Вот сегодня Маркет вернулся почти уже на 26,5 тысяч где-то пунктов. Самый максимум был, по-моему, 27,3 тысяч с чем-то. Вот, то есть мы, если посмотреть на график вот этой кривой, Дау-Джонс, вы увидите, что, естественно, есть взлеты и падения, как всегда, как во всех компаниях. Если вы посмотрите отдельно или на весь рынок, вы увидите, что Маркет растет, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, больше вверх-вниз, больше вверх-вниз и так далее. То есть еще не думаю, в течение недели-двух он достигнет этого же максимума. Меня настораживает вот что, вот эта истерика, поднятая в средствах массовой информации, и она напрягает. Понимаешь, если тебе 24 часа в сутки, 7-9, в неделю будут говорить, запугивать, что рецессии вот-вот, люди начнут прижимать, начнут экономить деньги. А у нас 70% экономики держится за счет сервиса по продаже. Это давно уже есть, потому что, когда, ну, по деятельности в жизни я связан немножко с агентами реалстейта, они говорят, что уже давно люди боятся покупать недвижимость. Ну, что касается нас, ты же связан с агентами, которые работают в нашем штате. Я знаю, ты сейчас скажешь, что... Это особая ситуация. Когда стоимость жилья падает там за несколько лет на 30% и примерно на 25% вырастают налоги на жилье, какая уверенность может быть? И нет никаких предпосылок к тому, что налоги, прапорти текса будут сокращаться. Есть некоторые области, которых эти правила реалстейта не касаются, но в основном это эффект на весь рынок. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как говорят, было из-за того, что в Китае не могут поговорить, а unemployment вышел и жутко взлетел на завтра же. Ну, колочек-то вот туда-сюда, как обычно мы проходили. Вы знаете, должны возобновиться переговоры между Китаем и США в начале октября, а пока что подсчитали... Я слышал. Ну, с 1 октября он опять поднимет эти самые налоги. Ну, во всяком случае, он обещал... Они задергались. Да. А что, собственно, касается рынка, я вот слушал таких умных дядек, значит, ну, разговор такой идет, собственно говоря, деньги к деньгам, потому что куда еще людям, бизнесменам, деньги вкладывать, как не в Америку. Регуляции сейчас низкие, экономика растет, в Китае сейчас нет смысла вкладывать, там Европа тоже налогом дышит, так что нет никаких... Абсолютно. Спасибо, Владимир. Вот пока что, пока что идет вот эта вот война торговая, пока что все подсчитывают, какой же ущерб нанес Трамп, Трамп он один нанес, всей вот этой мировой экономике. И напомню, что внутренний воловой продукт Америки это 20 триллионов, а по всему миру 85. И когда кричат, что как же, Китай же опережал Америку, да, Китай, может, когда-то опережал, но сегодня у него ВВП, по-моему, 13,5 или 14. В какой-то момент, когда мы сравнялись, и они даже немножко чуть-чуть, там, один месяц или один квартал это было. То есть их Трамп хорошо отбросил назад, в принципе. И вот подсчитывают, что якобы вот от этой войны ущерб где-то около одного триллиона долларов по всему миру. Что касается вот этой торговой войны, ведь все предыдущие администрации США, все абсолютно говорили о том, что Китай ведет несправедливую торговлю, что они нас обманывают, что они воруют нашу интеллектуальную собственность. Все это понимали. Но действий никаких не было. Никаких. Абсолютно. И я даже не знаю, почему никаких действий не приняли. То ли потому, что значительная часть политиков вашингтонских кормится за счет Китая, напрямую получают взятки или какие-то завязаны в какие-то бизнесы с Китаем. Вы говорите с сыном Байдена. И с Байденом. То есть, если конкретно рассмотреть ситуацию с Байденом и с его сыном, то понятно, почему Вашингтон не предпринимал никаких мер. Потому что полтора миллиарда насосал сын Байдена, благодаря папке Байдену. И таких примеров может быть масса. Я думаю, что может быть на другом уровне, может быть не вице-президент, а там конгрессмены, сенаторы и так далее, влиятельные какие-то, которые делают огромные деньги на Китае. И поэтому с Китаем никто не связывался. В то время как Китай представлял реальную угрозу. Армия огромная. Огромная армия. Вооружение огромное. Количество авианосцев растет и так далее. Ракет немерено. И плюс они ведь влезли во все континенты. Когда началась война. Они контролируют, если я не ошибаюсь, 80% добычи редко земельных металлов. Без редко земельных металлов не будет ни вот этих телефонов, никаких гаджетов. Понимаешь? То есть они представляют реальную угрозу. И что бы вы предпочли? Я обращаюсь сейчас к леворадикалам. Которые, кстати, демократическая партия, средства массовой информации. И все леворадикалы, и новотрамперы заняли прокитайскую позицию. Они в один голос хаят, ругают Трампа за то, что он объявил войну Китаю. Что бы вы хотели? Какие ваши предпочтения? Вы хотели, чтобы мировым лидером были Соединенные Штаты Америки? Или все-таки коммунистический Китай? Вот вам, так сказать, тест. Трампа обвиняют в его необдуманных действиях. Вы не забывайте, что Трамп осуществлял международные сделки в течение многих-многих лет. И я не знаю, ну, есть, наверное, люди, которые разбираются так же, как и он, хорошо в международных сделках. Но, наверное, он один из лучших. То есть, может, ему и не обязательно с кем-то советоваться, он видит наперед. Потому что вы видите, какой он успешный бизнесмен. И все, что он делал, он делал довольно успешно. И, конечно, сейчас же будут кричать, как же, а его банкротство. То есть, люди вообще не понимают, зачем нужно объявление о банкротстве. Не для того, чтобы как-то украсть деньги у государства. Для того, чтобы сделать реорганизацию своих компаний. И не забывайте, что когда Трамп объявлял банкротство, ни один человек не был уволен. Да, на самом деле, наверное, это не... Давай, примите. Да, звонок есть. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вы понимаете, Трамп со всеми демократами, со всеми этими фейками, он как в шахматы играет. Он за пять ходов уже просматривает вперед. Они потом догоняют и обдумывают все. Я говорю, это как будто, знаешь, лазерный луч и кошки. Вот он, знаешь, как есть такие, вот лазером с котами играет. Да, да, да. Потому что они какой-нибудь твит вбросит. И они все туда кинулись. Ба-ба-ба-ба-ба. Потом он раз какой-нибудь другой твит, и они опять туда кинулись. Добрый день, пожалуйста. То есть, он такой троллингом занимается. Слушаем вас. Олег, добрый день. Значит, по поводу китайско-американской войны. 3 сентября на 11-м канале местного нашего телевидения как раз шла очень хорошая передача, которая так и называлась «Американо-китайская торговая война». Значит, несколько фактов. Во-первых, Трамп говорил о том, что Китай является главной угрозой именно в экономическом отношении. Еще там показывают кадры, наверное, это лет 20-х. Наверное, в 90-х, да. Где он дает интервью Офре, Уинфри, и говорит то же самое про Китай, то, что он говорит сейчас. Да, есть эти ролики, мы знаем. Так, потом следующий факт, что мне очень понравился. Когда впервые обнаружили вторжение китайских хакеров, причем не в государственные структуры, а именно в частные корпорации, значит, Обама вызвал всех руководителей этих корпораций и сказал им, вот смотрите, что происходит. И они стали перед ним, фигурально говоря, на коленях, рассказывая, пожалуйста, ничего не делайте, у нас с ними такие хорошие отношения, ради бога не трогайте их. Это вот, алло, это вот еще один факт, да? То есть, когда говорят, что Трамп первый взялся, почему это, вот вам пример, почему это делали? Они просто хорошо получали в свои карманы эти деньги от того, что они создавали в Китае свои предприятия. Их ничего больше не волнует. И третий, когда корреспондентка приезжает в Стэнфордский университет, и она едет и говорит, вот смотрите, вот китайская фирма огромная в Стэнфорде, вот китайская. И когда она берет у одного из спонсоров американцев Стэнфорда, он ей говорит, а вот ко мне пришел китаец, да, который там является каким-то тоже вкладчиком, он, и говорит, я даю в Стэнфорд 15 миллиардов. Миллиардов, это, ну, корреспондентки глаза открыли. Сколько она говорит? 15 миллиардов. И хорошо, и во что вы хотите вкладывать эти деньги? Ну, он сначала замялся, потом так сквозь зубы. Короче, я понял, это самые новейшие передовые технологии. Artificial Intelligent, роботы. То есть все новейшие. И он говорит, я же понимаю, что это не его деньги, не этого вкладчика, что это через него китайское государство платит эти деньги. Вот и все. Абсолютно. Я еще лет 10 назад рассказывал о том, что китайская народная армия открыла в нашей стране, по-моему, 3000 компаний, которые занимаются интернет-технологиями, в общем, высокими технологиями. И работают же они, конечно же, не на нас, конечно же, на Китай, на китайскую армию. Спасибо большое. Знаете, знаете, что еще вот странно, вот когда рассказывают о том, что из-за тарифов поднимутся цены на китайских, я просто думаю так, вот если бы эти компании американские, им бы было запрещено переводить свое производство в Китай, потому что там дешевле рабочая сила, они вынуждены были бы развивать здесь новые технологии, чтобы удешевлять свое производство. Но им позволили просто идти по самому легкому пути, там надо меньше платить работникам, поэтому там выгоднее строить. Вот так все оно и получилось, к сожалению. Какая-то часть нашего бизнес-сообщества навязала всей Америке свои правила, свои требования, и сейчас это расхлебывается просто. Спасибо большое. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Сегодня была статья, ну не статья, что обсуждали, это вот как раз вариант Китай и Америка война. И один сказал, что таким образом Трамп помогает Китаю. Я написал, а почему же тогда Китай воюет с Америкой против этих тарифов и вставит свои тарифы, значит, не очень помогает. Вот, теперь такое дело еще. Окей. Давайте мы сделаем перерыв, вы потом перезвоните и второе дело расскажете, а сейчас мы должны прерваться на рекламу. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу и давайте примем телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый день. Сергей, вы знаете, я много раз говорил на радио, особенно когда есть командировку, знаете, вот я вчера вернулся со штата Ахайя, город деловое, там большой химический комбинат. Ну, это 350 мая от Норсбурга, где мы живем. Ну, я уже говорю, у вас на радио не раз говорил. Ну, попадаешь в другую страну. Ну, совершенно, ну, вы понимаете, полно людей с мага, с шапками. Republican headquarters в самом центре Донтауни. То есть, ну, совершенно, хотя там довольно-таки немалый университетский город. Ну, штат Ахайя, вы понимаете, совершенно другое. А теперь касаешься Китая. Вы знаете, я никогда не забуду, сколько я буду жить. В начале 90-х годах я был на фондрейсинге, на доме из Jewish фондрейсинг, и выступал в Генри Киссинджер. Это было начало, это было почти 30 лет тому назад, ну, 26-27. И его спросили тогда, в будущем, от кого он видит угрозу. Я гарантирую, что, включая себя, что он, наверное, как мусульман, можно было кого назвать, там список. И он сказал, что главную угрозу для Соединенных Штатов Америки в будущем это представляет Китай. И человек, который был 20 или 30 раз, который встречался с Мао Цзи Дуном, и вот эти, как это было, Джо Эн Лаем, который был очень респектфу, как говорят в Китае, но он тогда, я как сейчас помню, это было удивлением для всей аудитории. И он тогда еще, это почти 30 лет, что главная угроза для Соединенных Штатов Америки в будущем это будет Китай. И я был на этом, понимаете, что я не слышал, я был там. Я поэтому, я вспоминаю, ну, Киссинджер, это есть Киссинджер. Вот такое вот. Спасибо, ребята. Спасибо, спасибо. Что касается исламской угрозы, то все в наших руках, это как бы понятно. Что касается Китая, если не предпринять коллективные меры, то ничего доброго из этого не выйдет. И слава богу, что нашелся человек, который противостоит Китаю, который предпринимает попытки остановить Китай. Ну, а что касается ислама, тоже не все так просто. Вот, скажем, начиная с 11 сентября 2001 года, мусульмане были заняты совершением 20 тысяч 475 терактов, доказывая, что ислам – религия мира. А в это время агрессоры, нет, не так, как же, израильская военщина подготовила 188-го Нобелевского лауреата. Да, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, закончу. Маркет сегодня 26850, я смотрел не так давно. Китай. В Китае за день рабочим платят 10 долларов. Ну, для них, может быть, это хорошие деньги, не в этом дело, но не так много, поэтому наши компании стараются там провести свои работы. Теперь у них такой вариант, я не знаю, как там они делают до сих пор, но они были, когда компания вошла к ним в Китай, а эти хотят уйти, они говорят, пожалуйста, вы можете уйти сами, все остальное остается, это наше. Теперь человек звонил насчет «Нью-Йорк Таймс». Разговор шел, когда говорил Алексей, редакционная, ну, редакция, это одно, там черный командует, а газеты командует евреи. Но это хорошее сочетание все равно, так что Трамп нигде не выиграет. Ну, и в любом случае, пойдете на интернет, любая гадость, которая даже никакого отношения не имеет к Трампу, является Трампа ошибкой. Ну, будем жить с этим, но наше голосование, может быть, поможет. Обязательно. Так что будем смотреть. Будьте здоровы. Спасибо. Ты знаешь, по поводу того, что позвонил предыдущий слушатель и сказал, что как будто попадаешь в другой мир, вот в Вискансен, едешь на рыбалку, и катера и лодки вокруг ездят с флагами Трампа. А когда в Индиану заезжаешь, то там огромный плакат «Hillary for prison». И стоят магазинчики. Трамп, как там Трамп, ой, Трампстор, что-то такое. И вот там всевозможная символика, всевозможные продукты с символикой Трампа. Make America great again. Да, действительно, попадаешь как в другой мир. Ну, и возвращаясь к теме ислама, вот сообщение о том, что механик компании American Airlines по имени Абдул-Маджид Марауф Ахмед Алани саботировал вылет самолета со 150 пассажирами и командой. Да, он выключил какой-то сенсор, который контролирует скорость. Он арестован сейчас. И возникает вопрос, вообще мы вправе себя защищать или делать что-нибудь? Скажи мне, если завтра... Наверное, мы не имеем такого права, поскольку, не дай бог, помнишь эти крики, визги либерастов по поводу профайлинга? А вообще надо, наверное, смотреть, кого компании нанимают на такие работы. Самолеты перевозят... А как ты можешь смотреть? Это нужно единственное запретить, просто запретить всех до единого мусульман брать на такие работы. Сколько примеров, когда... Сразу раз, это расизм. Это расизм и все. Но мы знаем примеры, когда примерные мусульмане, рожденные здесь, были хорошими учениками и хорошими соседями. Получили некоторую работу. И хорошими парнями, да. А потом теракт. А потом убили десятки. Да. Здравствуйте. Это именно предыдущая тема. Это... Вы знаете, какой наш Трамп нехороший? Знаю. Начал торговую войну с Китаем. Да. Или, может быть, не он ее начал? А может быть, с Китая начал против нас и ведет ее 30 лет. И, наконец, после того 30-летнего битья по морде нашей, Трамп решил дать сдачи. И сразу хай, и галдеж. Естественно, цель... Я что-то неправильно говорю? Все правильно говорите, абсолютно. И цель Китая... Цель Китая захватить мировой рынок. У них полтора миллиарда населения. Их надо кормить... И, кстати, еще один нюанс. Да. С Европой. Почему такие низкие тарифы из Европы к нам? А потому что они все никак не восстановились после Второй мировой войны. Это же тогда было установлено. Спасибо. Я не уверен насчет тарифов Европы. Там у них другие соглашения абсолютно торговые. И с Америкой, и с Китаем. То есть, Трамп, не думаю, что сейчас у Трампа цель как-то наладить отношения между Европой и Китаем. У Трампа сегодня цель одна. Сделать так, чтобы Америке было выгодно торговать с Китаем, а не терять деньги. Вот это его цель. Ну, его же обвиняют в любом случае, что он необдуманно это делает. Решение принимается спонтанно, что, в принципе, абсолютная глупость. Вообще, конечно, вот такая коалиция выстроилась. Демократическая партия, Китай, Иран и все против Трампа. Средства массовой информации, Академия, Голливуд. Все против Трампа. Большая технология, Google, Facebook, Twitter, я не знаю, YouTube. Да, кстати, YouTube. Интересные вещи. Вот наша программа, казалось бы, или историческая программа Яна Йоффе, странички истории. А в последней программе он упомянул о годовщине трагедии в Беслане. Ну, помнишь, была трагедия в Беслане. Захват школы, гибель граждан. И эту программу YouTube остановил для дополнительной проверки. Вот я не знаю, кто там сидит. Или там какие-то ключевые слова ловятся, типа взрыв, выстрел, или что-то такое. Или это все-таки политическая цензура. Не понимаю. То есть контролирует каждый наш шаг. Некогда свободная сторона. А теперь контролируется каждый наш шаг. Гарри Рид заявил, что это нормально, что исключительно демократический президент может издавать Executive Orders или президентское распоряжение, а вот Трамп не может издавать подобных. Как тебе это нравится? Я увлекся тут чтением. Пишет Петр Василевский. Говорит, вопрос за ребром. Вот когда черные убивают черных, они что, расисты? А когда мусульмане мочат мусульман по всему Ближнему Востоку, в Африке, и в других уголках планеты, десятками тысяч, они что, тоже исламофобы? Ну, это старая мусульманская традиция. Шииты режут суннитов, сунниты шиитов. Это вековая традиция, многовековая традиция, я бы так сказал. Многовековая традиция. Они друг друга режут, все в порядке. Но, кроме всего прочего, они ведь еще и занимаются тем, что они вырезают христиан по всему миру. Ну, вот в том тоже и дело, что ты помнишь, когда опубликовали цифры, они постоянно публикуются, сколько беженцам принимают из Сирии в процентном отношении мусульман и христиан, которых вырезают там тысячами. Он в Нигерии, очередное массовое убийство, а прист сказал, что это вообще является частью плана президента Нигерии по исламизации Нигерии. Христиан вырезать. Вообще христиане на сегодняшний день самая такая преследуемая группа людей. Нет. И причем в Америке, слава богу, не вырезают христиан, но и атакуют со всех сторон средства массовой информации и так далее, и так далее. А вот там, в Африке, их просто вырезают, просто физически уничтожают. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Знаете, напомнил один радиослушатель. Много лет тому назад, в 90-е годы, я участвовал в переговорах китайцев. Они пришли к нам через политехнический студ и хотели закупить определенный там товар. Товар был лицензионный, в момент с транхитическим программным управлением, обрабатывающие центры, электроприборы, которые надо было проходить в министерку, с претензией. А взамен они давали нам пуховики, какие-то электронные дешевые часы. Все это было вежливо и красиво. У меня было впечатление, я там далеко не самый главный, было впечатление, что спустились на берег слоновой кости кто-то и предлагает нам бусы, знаете, попья. Точно, да, да, да. Билую воду, бусы. Пока бы они стали говорить, знаете что, нам это встать не надо, нам нужны деньги. Они встали и все ушли. И давайте вспомним вот какую вещь. При Клинтонах, да, постоянно высокотехнологичные компании под судом. То Apple под судом, то Marlboro под судом, то еще под судом. Так что рынок для китайских товаров нас были освобождать, чтобы при Клинтоне. Как-то это забылось. Спасибо. Ну, у Клинтона, у Клинтона вообще довольно интересные связи с Китаем. Мы помним, что Клинтон распорядился продать Китаю технологии двойного применения, спутниковой технологии, в обмен на финансовую поддержку во время избирательной кампании. То есть китайцы дали Биллу Клинтону денег на избирательную кампанию, а он, будучи президентом, так сказать, использовал их в других целях, мягко скажем. Он, так сказать, разрешил продать китайцам спутниковую технологию. То есть по-хорошему это такая измена Родины. Это нанесение ущерба безопасности Америки. Ну, Клинтонам, как вы знаете, традиционно все сходит с рук. Что бы они ни делали. Ну, во-первых, потому что они Клинтоны, ну, а во-вторых, потому что они демократы. Демократы вообще как-то так. Для них существуют другие законы, другие порядки. Не те, по которым живем мы, по которым нас судят или не судят. Для них это все. Между прочим, вот интересно, что Индия решила переманить компании, которые находятся в Китае. И вот они намерены уговорить американские компании, в том числе Apple и поставщиков Apple. Вот Foxon, Pegatron, еще там какие-то компании. Они их намерены уговорить перенести свои производственные мощности из Китая на территорию Индии. Вот, кстати, вот еще один рынок. Помимо Японии, Тайваня и Вьетнама, вот еще можно в Индию перенести. Я уверен, что там будет легче договориться с Трампом, чем с Китаем. Так что вот еще один рынок, как говорится. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы эти работы возвращались в Америку. Вот еще одно сообщение о том, что еще одна проблема теперь возникла уже для стаффера, бывшего стаффера, которая подавала в суд на Трампа за то, что он якобы ее поцеловал или пытался поцеловать. Я не могу вспомнить ее имя. Алва Джонсон. Да, Алва Джонсон. Компе, ну, бывшая стаффера в его избирательной кампании. Все после того, как там люди посмотрели видео, кейс был драпнут. Ну, то есть, вы помните эти истории, когда Клинтон шанс, там, с некоторыми голливудскими звездами проплачивали неким дамочкам деньги, чтобы они подавали на Трампа в суд. И это заканчивалось потом ничем. То же самое, что творили по отношению к судье Кавана. 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 Это вообще ужасно. Это был такой позор. Утверждали судью Верховного суда. И вдруг демократическая партия, там, Дайан Файнстайн, Рентгенмембер Джудичи или Комитет. Комитет. Да. Интересный коммент. В борьбе шиитов и сунитов желаю победы обеим сторонам. И начинают, и вот во время этого утверждения находили всевозможных дамочек, причем, интересно, вот это вот Форд, Кирстин Форд. Да, Бейсли Форд. Как выяснилось, там какие-то интересные связи. Ее муж работал с родственницей, вместе с родственницей Питера Строка. Строка, да. Это такая случайное совпадение. И тут... Мир тесен. Да, 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 да. Америка маленькая, 325 миллионов всего. Это все случайное совпадение. А вот адвокат этой Форд, доктора Форд, сказал, что отчасти действия ее, так сказать, клиентки обусловлены тем, что, возможно, в Верховном суде будет пересматриваться дело Роу vs. Вейт. И вот это послужило поводом ее вот таких выступлений и так далее. То есть, не гнушаются демократы, не гнушаются в своей борьбе за власть ничем абсолютно. Ничем. От фальсификации выборов до фальсификации уголовных дел. Готовы уничтожать своих политических оппонентов морально, материально и физически. Ты знаешь, вот интересно мне попалась вчера заметка по поводу налогов Трампа. Мы помним, что в начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам Палаты представителей США, Нил, Ричард Нил, да. Значит, он запросил у налоговой службы США налоговой декларации Трампа с 2013 по 2018 год. Ну, глава Минфина отклонил это требование. Да. Так вот, еще в 2016 году один, ну, назовем так, мужчина из Филадельфии, вот он пытался взломать сайт налоговой службы США и получить доступ к налоговым декларациям президента Трампа. И вот только сейчас, вот только сейчас сообщили, что ему грозят два года тюрьмы и 200 тысяч долларов штрафа. В 2016, сегодня, три года, сегодня 19-й год, три года длится вот эта бодяга, три года тратятся деньги налогоплательщиков на все эти слушания и разбирательства. Нарушил человек закон. Почему нужно три года ждать? Давайте прервемся на рекламу. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-4005-200. Вот наши зрители, слушатели на YouTube пишут. Прокомментируйте, пожалуйста, на нас лосьютагент фюжн-джип. Ну, Дэвин Миннилс подал там несколько запросов на криминальные представления в Министерстве юстиции. Суд. Вот я сейчас прочитаю следующий комментарий. Похоже, в нем есть часть ответа. Неужели всю эту Клинтоновскую, Обамовскую, Леватскую шваль не привлекут за все их преступления, причем реальные и криминальные? Олег выразил по этому поводу скепсис. Скепсис, потому что нужно собрать столько... Такой доказательной базы. Да, для того, чтобы идти в суд, надо не просто идти в суд, чтобы... Лишь бы в суд, надо выиграть этот суд. Поэтому должны быть настолько непровержимы доказательства. Там должна быть такая команда адвокатов и юристов, чтобы действительно прийти и выиграть это. Я думаю, что это займет годы и годы, вплоть до того, что может уже и Трамп уйдет из Белого дома в 2020... Еще 20, конечно, да, но я надеюсь, что потом будет все-таки Ники Хейли и будет продолжать. Ты знаешь, есть некие спекуляции, кто-то, кто был в Вашингтон-Пост, по-моему, написал статью, не помню, сейчас где-то я столкнулся. Идут спекуляции по поводу того, что, несмотря на видимые, очень, так сказать, хорошие взаимоотношения между Пенсом и Трампом, есть вероятность, что Трамп возьмет себе на текет Ники Хейли. Да, 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 говорят об этом. На самом деле, я бы по этому поводу особо не расстраивался. Не расстраивался, конечно, она очень хороший политик. Ну, а чем же занимается юридический комитет во главе с этим очень несимпатичным, очень таким, очевидно, с дурным характером и с дурными манерами Недлер? Как вас зовут Недлера? Эдом Шейф и Дэвид Недлер Недлер. Ой, нет. Вот у нас у Толиков хорошие памятные имена. Забыл, как зовут Недлер. Господи, ну, неважно, короче, значит, они сначала проводили расследование по поводу Трампс-Калужин, потом они перешли там расследовать еще что-то, потом они вернулись недавно совсем опять расследовать дело этой порнозвезды Сторми Дэниелс. Которая подала на Трампс-Калужин, которая подала на Трампс-Калужин, Джерри Недлер, Джерри Недлер, Джерри Недлер, а значит, вот они опять попытались раскрутить дело этой, прости господи, порнозвезды Сторми Дэниелс, в общем, расследуют. В принципе, ты правильно хотел сказать, если она продалась за деньги. А сейчас они новое расследование придумали, они теперь будут расследовать все, так сказать, случаи, когда официальные лица из правительства, из администрации Трампа останавливались в каких-то гостиницах или каких-то объектах, которые принадлежат Трамп Организейшн. Вот они сейчас будут это расследовать. Но они сейчас расследовали, когда Пенс останавливался в резорте Трампа, помнишь? Да, да, да. Ну вот с этого, это как бы послужило толчком, а сейчас они будут расследовать все там, что происходило, где кто останавливался. Кто кого трогал, с кем разговаривал, кому сделал комплимент. Где был Джерри Недлер, когда, скажем, Министерство иностранных дел, возглавляемое госпожой Клинтоншей, выкупило часть книг, часть тиража величайшего президента всех времен и народов Барака Хусейновича Обамы. И дарило им разным, так сказать, дипломатическим миссиям. На тысячи долларов выкупили часть тиража и дарили кому это. В общем, причем книгу, которую написал не он, как выяснилось, вообще к этому имеет весьма опосредованное отношение. Ну, неважно. Говорят, что этот Эйрс написал, с большей частью, он написал эту книгу. Это террорист, который взрывал правительственные учреждения, а теперь он великий скалор, великий профессор. Так вот, это не интересовало Недлера. А вот если Пенс остановился где-то в резорте, причем его дед вышел из этого места, на самом деле, сто лет назад, он там жил, и все надо расследовать. В общем, вот это то, чем занимаются демократы. Все, чем занимаются демократы на сегодняшний день, не имеет никакого отношения к человечности, к заботе об американцах. И даже вот они сейчас пекутся, потому что вопросы общественного мнения показывают, что вопросы эмиграции вышли на первое место. И они вот якобы пекутся об этих несчастных нелегалах, которых помещают в центры временного содержания, а в то же время, когда вставал вопрос о том, чтобы выделить какие-то средства для того, чтобы улучшить их содержание. Ты читал, да, что буквально вчера полиция Мексики задержала грузовик, который направлялся там в сторону Америки, и там было 173 нелегала спрятано, причем как-то они вычислили их с помощью каких-то инфракрасных приборов с инфракрасным излучением. Так что нелегальная эмиграция продолжается. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне очень жалко демократов. Сколько гадостей надо придумывать, чтобы оправдать деньги Сороса и его компании. Можно их очень пожалеть. Не понимая только, как люди не видят, как они изобретают все эти гадости одну за другой. Спасибо за передачу. По поводу жалости я уже готовлюсь к моменту, когда объявят, что Трамп победил на выборах. Я вижу вот эти слезы, вот эти расстройства, вижу эти истерики, создание офиса по моральной поддержке студентов. Мне даже страшно себе представить. Значит, да, значит, профессора будут говорить, ребята, можете не ходить на лекцию. Вы, да, говорит. Протесты, мы вам получите кредит, если выйдете на протесты. Мы вам поставим кредиты и зачеты, да. Да, у нас есть звонок еще один. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа, о чем речь? Если вице-мэр Берлина, араб, заявил русским эмигрантам, мы вас пожалели и пустили в свою страну, а вы не хотите жить так, как мы вам говорим, вы не хотите учить арабский язык, ребята, о чем еще можно говорить? Они впустили в Германию русских Берлина, они впустили, по-моему, Гитлер как пропеллер вертится в собственном гробу. А то, что они могут сделать здесь, то, да, я слушаю. Нет, вы знаете, есть такое журналистское правило трех. Что это значит? Прежде чем журналист выплескивает какую-то информацию, он должен проверить хотя бы минимум в трех достоверных источниках. Так вот, по поводу выступления вице-мэра Берлина, я нашел только один источник, это было опубликовано в каком-то сайте, назывался он то ли сатира джувиш или что-то такое. Это просто была такая, как шутка, гротеск. Это не правда. Есть такая, как фейк джу? Да, 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 это неправда, такого заявления не было, на самом деле. Ну, дай бог, чтобы это было неправда. Но смешно. Это очень смахивает на то, что они до этого доедут. Нет, нет, подождите, так я не договорил. Значит, это пока шутка, но я вам скажу, что я совсем не буду смеяться, и я очень допускаю то, что это может действительно случиться в будущем, и вполне серьезно. Слушай, статистика говорит, что в Германии более 25% населения это иммигранты. Дело в том, что сейчас уже созданы, ну, мы помним, что no-go zones, да, сейчас созданы, сейчас в Европе не просто no-go zones, там огромные области, куда нежелательно заходить, не то, что нежелательно, но когда просто не пускают, то есть туда опасно заходить. Вот, поэтому я не удивлюсь, когда в Берлине или в Амстердаме или в Брюсселе завтра обяжут всех учить арабский язык. И стоять на коврике. Да, и стоять на коврике, то, что я наблюдал, вот гуляя по парку Эванстона позавчера, позапозавчера, вот группа людей вот так просто упали на траву и молились при всех, и я потом посмотрел, вообще легально ли это, разрешается ли это на самом деле, что это не разрешается вот в общественных местах проявлять свой как бы воршип. Я видел фотографии Москвы. О, ну да, это вообще. Как тебе они эти вещи устраивают? Москва, Нью-Йорк. Майонии, ВДНК. Москва, Нью-Йорк. Устраивает общественное моление. Спасибо. Ну, вы знаете, я в принципе в мусульмании, как говорится, есть хорошие, и они имеют право молиться, да, но пусть они вот молятся где-то у себя в мечетях или даже на траве, но когда они перекрывают движение, когда невозможно по улицам проехать и пройти, когда звучат вот эти вот звуки этого чего там, намазали что, на весь район, это я считаю неприемлемо и это я считаю незаконно. Спасибо. Вопрос. Это был 89-й год. Влага 95, и весь сентябрь был 95-100 градусов с влажностью 90%. Посмотрите, какой сейчас сентябрь. Посмотрите на эти 60 градусов ночью и днем 72. А зато в 74-м году журнал «Таймс» на обложке «Глобальное похолодание, скоро мы все замерзнем». И вот те же самые ученые, которые предсказывали глобальное похолодание, им стали платить за то, что они предсказывают глобальное потепление. Да, за что заплатили, то они и следуют. Начинают утверждать, что идет глобальное потепление. Это знаешь, Сережа, мне напоминают ресторан. Вот я подошел, дал деньги в оркестр и говорю, сыграйте мне эту песню. Так и ученым. Ребята, вот вам там столько-то миллионов, вы должны исследовать глобальное потепление, глобальное похолодание, глобальное там, не знаю что. И еще интересно, вот они так соревнуются. Еще у нас звонок есть, давайте помним. Добрый день. Алло, здравствуйте. Ваши приятели Бабич на вражеском радио рассказывал вчера, что он упоминал свое мнение, что надо вмешиваться человеку и менять природу, чтобы не было потепления. И он гора поддерживает теперь, и все, что он говорил, все это было правдно. Ну, теперь, наверное, его финансирует Lifeway Food, которая поддерживала компанию Клинтон. Очевидно, поэтому он свое мнение поменял. Знаете, есть такое выражение, Respectful Disagree. Кто девушку танцует, и как кто девушку платит, тот ее танцует, и танцует. Да, 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 это все нормально, это старо как мир. Значит, ну, предлагались разные варианты, чего только не... Ну, вот опять звонок на добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это не решение проблемы, это создание проблем. Интересно, вчера я смотрел кусочек интервью Такера с дебилом Деблазио по поводу того, Деблазио говорит, что самая большая проблема, которая грозит нам, это автоматизация, что рабочие места исчезнут, мы потеряем миллионы рабочих мест. Наверное, в этом есть некое рациональное зерно. Наверное, с учетом автоматизации какие-то потребности в каких-то рабочих отпадет. Тогда Такер попытался задать ему вопрос, скажи, тогда мне непонятно, а вот ваша политика открытых границ, когда вы миллионы пытаетесь сюда завести, и, как правило, это люди с низким образованием, с низкими навыками, для чего, если ты говоришь о том, что буквально скоро... Скоро там будет проблема. И он съехал. Ну, а вы знаете, что на сегодняшний день нам в сельском хозяйстве нужно там столько-столько-столько всего. Есть статистика. В сельском хозяйстве работает 2% из той массы людей, которые здесь находятся. 2%. То есть, начинают... И ведь найдутся слабоумные, найдутся, так сказать, из числа леворадикального отребия, которые будут в нем... Да, действительно, нам нужны рабочие руки. У нас 6 миллионов, так сказать, рабочих мест востребованы, и нет некому работать. Но там, куда требуются работники, те, кто переходит через границу, они не в состоянии на этих местах работать. А в сельском хозяйстве занято всего 2%. И там, кстати, есть сезонные рабочие, которые переходят границу, которые работают... Подожди, подожди, Сережа. А кто тебе сказал, что они идут сюда работать? Абсолютно верно. Зачем им работать? Вот, по-моему, вчера или позавчера звонил молодой человек и рассказывал про водителей Uber, которые говорили, нам нужно заработать столько-то, чтобы остаться в черте бедности, чтобы мы могли получить бесплатную медицину, талоны на питание, какую-то еще финансовую помощь, бесплатные завтраки, обеды там для детей в школах и так далее. У нас здесь звонок, давайте, примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Это вот, да, вещам, уважаемый наш президент, по-моему, решил инфортить существующее, подчеркиваю, правило, закон о непредоставлении государственной поддержки вновь прибывшим, так сказать, по всяким поводам. Ну, вот интересно, если все вот эти вот толпы переселяющихся несчастных, если их, если им нельзя, ни в Европе, ни у нас, не давать вот этих вовсов, они будут точно так же бегать в Европу или нет? Вот просто интересный вопрос, чисто и теоретически. Ну, во всяком случае, сюда они не будут хотя бы ехать, потому что они будут знать, что им здесь ничего не светит. Да, потому что жрать будет нечего. Правильно. Элементарно. Ну, с одной стороны. Если будете кормить гусей, они будут размножаться. Да? Больше ничего. Совершенно верно. Но, с другой стороны, какая-то часть тех, кто переходит границу, пополняют банды, уличные банды, которые занимаются там торговлей, наркотиков и так далее. Но, извини, Сережа, банда сегодня объявлена, это НРА. Вот в Калифорнии уже официально объявлено, да? Ну, что касается Калифорнии, это особый случай. Они похожи даже, ну, вот я говорю, Ириной и Калифорния соревнуются, кто безумный. Нью-Йорк еще не забудь. Ну, Нью-Йорк, само собой. Ну, это вообще, да, это... У нас здесь еще один звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Алло? Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, а действительно ли неизбежно автоматические, ну, роботы будут заняты на рабочих местах? Да, конечно, это же прогресс. Вы посмотрите, вы никогда не видели в видео, как строятся автомобили. Ну, основную часть металлических вот этих всех сварок, сбок и так далее делают роботы. Недавно буквально... Единственная сборка там, они устанавливают, да и сиденья, по-моему, сейчас устанавливают. Две недели назад мне, значит, я наткнулся на видео, робот, который приготовляет на кухне еду. Да. Это просто с ума сойти. Действительно, да, но мы идем к роботизации. Рано или поздно какие-то процессы будут выполнять роботы и машины. А вот скажем, как до тех пор, как движение за 15 долларов в час набрало силу, и некоторые штаты, некоторые города приняли такое решение. И, скажем, в ресторанах быстрого питания работников, которые раньше работали, заменили автомашины. Иногда ты знаешь, вот дома... Машины заменили. Думаю, послать все к черту, действительно, знаешь, купить домик в деревне, да, и выращивать помидоры. А чем плохо? На свежем воздухе. Вот. Ты помнишь, как деревенские жители всегда здоровые, загоревшие, на свежем воздухе. Ну и, опять же, самогонку можно гнать, да. Все, к сожалению, время заканчивается. Да, поэтому спасибо огромное всем. Всем желаем хорошей погоды и хорошего настроения. Я думаю, что израильтяне нас не покинут, потому что буквально через там полчаса в нашем эфире Александр Непомничий, который расскажет нам о том, что происходит. Грядут выборы. Выборы вот-вот уже седьмого, по-моему, числа. Завтра, по-моему, выборы. Но Александр нам все расскажет. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, что звоните, слушайте, принимайте участие в программе.